и куда мы собрались всей семьей мы собрались в торговый центр но не скажем пока зачем потом увидите а кто еще с нами сегодня выходной денечка садик не работает он с нами да скажи денечка скажи всем привет всем привет услышали лайк тебе дэнечка еще надо выучить подписка подписка пока пока но вы поняли да мы приехали в мегу я смотрю здесь так красиво висят вот эти вот лампочки вот это я не знаю что такое украшение но елки нет уже новогодние в принципе вот эти все еще украшения ставили и вот эти снежинки большие вот эти игрушки в общем сегодня суббота и мы попали в мегу в общем то здесь народу нормально так ходит немало сейчас мы бежим покушать сначала мы проголодались но потом пойдем стройматериалы там смотрите и смотреть в леруа что нам нужно ну вот в субботу видите сколько катаются у нас на катке детей и взрослых таких не очень это прям вообще хорошо катается девочка у нас тут люди вообще выходные дни субботу воскресенье любят приезжать в мегу для того чтобы покататься на коньках там походить по магазинам какие-то игровые тут есть комнаты и так далее в общем отдохнуть и даже бывает когда на улице зимой непогода холодно или дождь вот как сегодня идет люди любят походить погулять покушать в кафешках тут у нас в принципе вот в этой меге и кстати в этой меге я проработала сколько но лет пять наверное даже больше я проработала в этой меге в магазине м-видео и в общем каждый день кроме понедельника была здесь на работе так как где мои дорогие они вот там стоят в очереди где-то и пошла я к ним и сейчас перекусим побежим дальше ну вот мы приехали из меге мы были в леруа мерлен и вот купили двери нам на туалет ванную и на две спальни ну пока вот нам занесли их поставили у нам сразу же сделали на следующий день привезли доставку и когда нам будут уже устанавливать уже будем смотреть дальше что будет девочки но наконец-то у нас нет пошел елки-палки за всю зиму первый раз по моему идет снежок но пока еще такой не сильный но уже вот как бы но уже и тает потому что у нас все-таки там плюсовая там наверно плюс 1 температурка но все-таки что-то идет ой а что это за пенопласт тут у нас такой лежит а что же на такое у нас за пенопласт это холодильник новый у нас холодильник новый появился мы его распаковали нам привезли его и сейчас он отстаивается но уже почти отстоялся сколько уже уже чуть больше четырех часов я сейчас его должна внутри немножечко обмыть как бы просто потому что новый и и как бы заводской вот это вот немножечко я не знаю я думаю что нужно его немножечко просто вот эта тема не нравится да но мы его сейчас обмоем сейчас я его обмою включу загорится здесь свет я вам про него тогда расскажу пока он будет набирать холод и я открою покажу расскажу какие в нем особенности а что это за холодильник это холодильник да ну вот на хороший листок энергоэффективности мы видим модель кгв 36 xw21r это холодильник у нас идет капельной системы 185 сантиметров высота белого цвета и идет класс тоже 6 6 серия 6 идет я это я читаю уже по этим буквам цифра энергопотребление а плюс то есть потребляет он 279 киловатт в год это очень экономный идет экономно идет потребление электроэнергии дальше идут цифры 223 это объем в литрах холодильного отделения 94 литра морозильное отделение объем это очень хороший и децибелов 38 децибел он работает очень тихо дальше на холодильнике есть этикетка 10 лет гарантии на компрессор компрессор я уже говорил о предыдущем видео там стоит джексипера габариты холодильника в ширину 60 сантиметров глубина 63 сантиметра высота 185 как я уже сказала холодильник можно ставить вплотную к стене кстати говоря вот я открываю дверцу и вот если вам видно да дверца она уходит внутрь она утапливается как вам показать вот видно да вот я открыла и и она уходит внутрь то есть если дверца открытая на 90 градусов то вот например ящик с овощами можно легко вытащить потому что дверца не будет мешать и для этого как раз таки вот здесь сделали полку выше для того чтобы ящик легко вынимался ну капельная система как вы знаете уже это капельки стекают у нас вниз в ложбинку туда и они там уже испаряются сами через испаритель значит в ящике vita fresh здесь есть регулировка влажности максимально-минимальная то есть там такая шторочка перекрывает да и больше влажности меньше влажности вот овощи фрукты уже можно регулировать дальше здесь вот мы видим варю xl написано это означает то что легко варьируется полки вы видите очень много здесь есть таких вот ступенечек да и полочки легко можно переставлять выше ниже то есть если вам большую кастрюлю нужно ли что-то маленькое вы можете легко регулировать пространством внутри и переставлять полочки ну вот в нашем холодильнике как дополнительный аксессуар есть вот такая полочка подвесная для бутылок ее можно снять убрать если она не нужна ну можно переставить на другое место ну доча говорит что она нужна потому что бывает часто вот здесь много бутылок стоит у нас и все бывает не помещается как раз вот эта полочка и подвесная пригодится дальше в дверце здесь есть у нас вот такой бокс наверху ну там можно не знаю хранить там может быть лекарства может быть косметику кто-то ну кому что нравится вот такая полочка посередине здесь можно допустим яйца положить ну и вот такая глубокая полочка есть внизу здесь еще есть лед освещение двойное двойное лед освещение и что удобно то что лампочка не бьет в глаза свет уходит вглубь холодильника и когда холодильник открываете то вы все видите хорошо не загораживает продукты эту лампу она так специально расположена чтобы видно было продукты чтобы они не загораживались и это лед освещение рассчитана на весь срок службы лампочки эти менять не нужно они уже долговечные наверху у нас есть тут панель супер охлаждение это если вы закладываете много продуктов сразу нажимаете там за два часа или еще больше смотря сколько продуктов нажимаете кнопочку супер идет супер охлаждение то есть быстро быстро набирается холод вот кстати эту лампочку я могу сейчас включить и будет быстро набираться холод также выбор температуры от двух до восьми градусов вот у нас горит у нас четверочка сейчас я поставила на 4 градуса и пока лампочка мигает это значит идет набор холода когда холод наберется лампа мигать перестанет ну и здесь кнопка включения выключения холодильника еще в этом холодильнике съемные уплотнители вот эти уплотнители можно снимать если вам нужно помыть его допустим вот бывает там забивается да а бывает может быть там через сколько-то лет захотите его заменить может быть он поврежден как-то будет у вас или что то есть вот он легко снимается он потом утапливается в ячейку свою и ставится на место то есть съемный уплотнитель в этом есть какой-то плюс в морозильном отделении тоже съемный уплотнитель здесь вот в дверце вы видите да это аккумулятор холода здесь в дверце мы видим аккумулятор холода и вот в этом холодильнике холод хранится 22 часа в морозилке продукты не размораживается если у вас отключили электроэнергию то есть вы можете спокойно быть что у вас там мясо не разморозится еще здесь идет тут три ящика значит между ящиками находится стеклянная полка если что-то крупное в ящик у вас не помещается вы можете ящик убрать положить на полку может быть это будет даже больше поместится если вы покупку купили еще крупнее что-то допустим пол поросенка например вам нужно там или гусятину большую индейку положил здесь также можно снять убрать полку то есть полка тоже съемная и у вас тогда здесь будет огромное пространство также вот здесь тоже стекло тоже можно убрать нижний ящик тоже можно убрать нижний ящик маленький потому что в холодильниках вот в том месте как раз находится с задней стенки там компрессор ну и в отличие от многих холодильников как я уже сказала этот холодильник можно ставить вплотную к стенке к задней стенке боковым стенкам этому холодильнику это не страшно то есть это уже предусмотрено инженерами ну в общих чертах я вам рассказала про этот холодильник я постаралась рассказать как можно короче чтобы это не было отдельным видео просто вставлю это в лог да и кстати еще эти полки стеклянные они очень прочные они выдерживают по моему около 25 килограмм или даже выше закаленное стекло и очень она прочная поэтому можно тяжелые кастрюли ставить не боясь сейчас холодильник немножко постоит наберет холод и уже я начну заносить балкона сюда продукты а еще в холодильнике в комплекте вот есть вот такая вот штучка для льда вот ну можно туда ледик залить водичку залить закрыть крышкой и поставить в морозилку хотя я не знаю может быть сейчас зима нам пока это не нужно просто закину туда и пускай там лежит девочки еще я предусматривая вопрос который будете задавать мне обязательно в комментариях решила сразу ответить почему я выбрала капельную систему а не ноу-фрост ну во первых это вот лично мое такое отношение ноу-фрост сушит продукты там довольно таки продукты быстро они заветриваются если они не в упаковке ну и потом сам по себе вот эта система ноу-фрост там все время идет циркуляция воздуха и там сухой воздух холодный сухой воздух он поднимается с морозильной камеры и в общем-то процент влажности который необходим для фруктов овощей ну вообще для других тоже продуктов для зелени капусты так далее там нету такой вот нет такого необходимого процента влажности в этих холодильниках капельных они так и называются nature cool то есть натуральная свежесть это здесь дольше в три-четыре раза хранятся продукты и потом я хочу сказать у меня дома тоже капельная система дочка до этого пользовалась тоже капельной системой у нас к этому как раз таки нету никаких претензий к этой капельной системе в магазине часто слышала что вот давайте ноу-фрост потому что его не надо размораживать а капельную не надо потому что надо размораживать я вам хочу сказать современные холодильники капельной системы размораживать чаще одного раза в год не Нужно. Они так не замораживаются Как это были старые холодильники В этом холодильнике В морозилке Вот эта холодильная система Она распределена равномерно По всей холодильной камере Ну по крайней мере обширная такая Идёт обшивка И там нету вот такой наледи Которая идёт Вот как в моём холодильнике Если кто-то смотрел, когда я размораживала Холодильник мой Индезит недавно размораживала на квартире Там просто идёт вот шапка она идет вот таким вот куском, да, и наледь получается больше. Хотя, с другой стороны, выключили холодильник, минут 15 прошло с открытой дверцей морозилка, и эти льды начинают уже отходить от стены, в принципе, легко снимаются, но в таком холодильнике здесь не образуется много наледей, а ее там вот буквально, я видела в работающем состоянии холодильник, и там больше полутора лет его не размораживали, я открыла специально посмотреть, сколько туда наледи уже в морозилку появилось, да, и там буквально вот такой вот маленький был слой иния по стеночкам, и все, то есть ящикам не мешает вылазить этот иний, ну, поэтому, собственно говоря, и нет необходимости его часто размораживать, но, с другой стороны, размораживать ноуфрос тоже нужно, его тоже нужно мыть, если почитать инструкцию, я читала инструкции разных холодильников и разных систем охлаждения, то в ноуфросте написано, что не требует разморозки, а с другой стороны, они там пишут в инструкции, необходимо, или как, там пишут в инструкции, желательно раз в полгода проводить, ну, скажем, уборку холодильника, мытью холодильника, и также написано в инструкции, как мыть холодильник, выключите холодильник из сети, то есть в любом случае его нужно выключить, его нужно помыть, потом опять включать, то же самое с этим холодильником, он разморозится за 15 минут, и там, допустим, раз в год, раз в полтора года, когда я, значит, что нужно его помыть, все равно я его выключу, помою, включу, и не успеют у меня продукты разморозиться, в общем, в этом проблемы нет, но какой плюс в капельной системе, во-первых, меньше потребления энергии, во-вторых, тише он работает, в-третьих, там идет больше объем внутренний, из-за того, что там нету вот этой вот вентиляции, ну, вот этот вентилятор, холодильная установка, оно все занимает какую-то площадь, и если, допустим, взять холодильник даже вот точно такой же Bosch, у этого высота 185 см, объем, я вам уже сказала, какой идет в холодильном отделении и в морозильном отделении, то холодильник Bosch No Frost высотой 2 метра будет иметь точно такой же внутренний объем холодильного отделения и морозильного отделения, за счет того, что между холодильником и морозилкой как раз-таки вот сантиметров 15 занимает вот эта вся установка No Frost. Так что мы по всем параметрам выигрываем, ну, естественно, по цене капельная система стоит дешевле, чем No Frost, тот же самый Bosch. Мы искали холодильник до 25 тысяч, мы как-то вот так вот, ну, рассчитали, что нам надо холодильник до 25, стиралку до 25, но стиралку как раз-таки мы за 25 взяли, хотя дороже было на 5 тысяч, мы взяли по акции за 25. хорошую, стиральную хорошую машину, вы уже смотрели предыдущее видео. Вот. А холодильник мы взяли еще дешевле на 3 тысячи, тоже взяли по акции, я увидела, что есть скидка в одном интернет-магазине и говорю, что давай возьмем сейчас, потому что такой цены почти не бывает, очень редко бывает на вот эту модель серии как раз-таки вот такой хорошей комплектации и вот такая цена за 22 тысячи, это бывает, она очень редко. И нам там еще дали бонус 300 рублей, еще скидка на 300 рублей была. В общем, мы взяли этот холодильник, можно сказать, за 21 700. Ну, в общем, цена шикарная для этого холодильника и холодильник тоже шикарный. Такой холодильник я дочке приглядывала тоже несколько лет назад, еще когда работала в магазине и торговала этими холодильниками. Девочки, вы представляете, как вовремя мы купили холодильник и нам его привезли. Я посмотрела по прогнозу погоды, послезавтра у нас будет ночью минус 9, а потом минус 12 на другую ночь. И у нас на балконе померзла бы и картошка, и капуста, и там все остальное, фрукты, молоко и так далее. Поэтому сейчас мы будем все перекладывать в холодильник. Теперь у нас все будет по-человечески в холодильнике храниться. Пространство для нас все. Да. Ну вот, девочки, все, что было у нас на балконе, я сейчас занесла, в холодильник уложила, все прекрасненько. Тут у нас фрукты, овощи, молочка такая вот в дверце. Ну, наверху еще там доча что-нибудь положит. Морозилка у нас пока пустая, потом мясо мы не затаривались, покупали так, чтобы на раз приготовить. И теперь я могу сварить борщ, и, значит, спокойно кастрюля моя будет стоять в холодильнике. А еще, девочки, такие же холодильники есть двухметровые. Там холодильное отделение чуть больше на одну полку. Но я двухметровый бы взяла, конечно, если бы вот примерно они по одинаково идут в цене. Вот, кстати, у нас уже идет охлаждение, вот тут уже видно, охладилось. Они идут почти по одной цене, двухметровый будет немножечко выше. На одну полку будет больше холодильное отделение, то есть выше. Ну, я считаю, что эта полка слишком высока, во-первых, как бы она не нужна, она просто как бы лишняя. Нам вот этого объема достаточно, поэтому я выбрала высоту 185 сантиметров. Если кому-то вот этих полок, допустим, недостаточно кажется и нужно еще выше, то можно взять, допустим, капельной системы именно двухметровый будет на одну полку больше. Ну, а цена где-то может быть там, ну, на пару тысяч может быть разница в цене незначительная. Остальные показатели будут почти такие же. Может быть, чуть-чуть больше потребления электроэнергии, но не очень сильно намного отличается. И немножко больше получается по объему холодильное отделение. Ну вот, девочки, мой импровизированный холодильник опустел на балконе. Я пока что оставила картошку здесь, но вот как только у нас похолодает мороз, если стукнет сейчас, не завтра, а послезавтра, минус 9 ночью, то я тогда картошечку занесу в комнате, оно побудет у нас 3 дня, а потом у нас должна опять вернуться температура плюс 1 и ночью, там и днём. А что у нас делается на улице сейчас? Ну, давайте посмотрим. Ну, вот какой-то там слякотный такой снег непонятный. Он как бы снег с дождём идёт. И вот это самое такое ужасное, когда слякотный такой вот снег. Неприятно. Ну, хотя мне кажется, там нет ветра, я смотрю, на деревьях вроде бы снег лежит и не падает с веток. Ну, дочка сейчас пошла в садик за Денечкой и придёт и расскажет мне, что там. А, ну вот я вижу на фонаре, я вижу, что снег падает вертикально вниз, то есть практически нет ветра. Да, там сейчас нормально должна быть погодка, при том, что не очень сильно холодно. Ну, вот так вот с дороском. Ну, а мы сейчас с дочечкой поужинали. Ну, мы так вот сделали такой обычный ужин. Там варёная картошечка была. Открыли там рыбку у нас была. Вот, ну и огурчики, помидорчики и всё. Ну, и вот сели сейчас и фантазировали, что мы можем завтра приготовить, что мы уже можем хранить в холодильнике. Я говорю, можно взять, сварить борщ, можно приготовить второе. Вот, ну, мы сейчас затариться, конечно, сильно мясом не можем, потому что, ну, как бы сейчас ещё с финансами тут они нужны, тут, а то сюда. Ну, нам сейчас и нет необходимости затариваться мясом. Затаримся потом. Вот, но в любом случае уже можно что-то наготовить, не бояться, что это пропадёт, потому что мне сейчас приходилось буквально готовить на раз-два, чтобы долго не лежало, не пропадало. Ну, и всё. На сегодня мы, по-моему, управились, мне кажется. Вроде бы сегодня никаких дел у нас больше не предстоит. Я сейчас, наверное, включу телевизор и пойду смотреть телевизор. Ну, по крайней мере, пока они не вернутся с детского садика, а то, может быть, сейчас ещё какие-нибудь дела обнаружатся. У нас каждый день с утра до вечера какие-то дела, что-то надо делать, что-то надо бежать. И когда я сейчас села и думаю, что мне надо делать, и понимаю, что вроде бы ничего, мне как-то странно. Я думаю, может быть, я чего-то забыла. Сейчас сижу, вспоминаю. Кто пришёл? Бабушка? Мнотик пришёл. Чё вы там, ноги понамочили, да? Ты знаешь, мы даже ещё не спешили, мы прогулялись. На курицу сейчас. Курицу принесли. Теперь у нас холодильник есть, мы можем готовить. Борща хотим. Борща. На второе. А чё-то вы мокрые, это снег-то ждём идёт, да? Да, там реально лучше. Я хочу прям посмотреть, у него промокший или нет. Посмотри. А я в окошко смотрю, вы идёте. И ты такая идёшь, как Винни-Пух, а Денька, как Пятачок. У него промокший насквозь ноги. Да ты чё? Что за, блин, делают за обувь? Вот такая вот тебе обувь. Вот это вот самое противное, когда мокрый снег. А у меня, кстати, в Мартинсах абсолютно сухие носки. Ну вот, видишь. А они не зимние даже. Ладно, раздевайтесь, будем сушиться. Курицу, привет. Книшка, покажи. Поверни. Чего там делает моя дочь, а? Она тут монтирует видео. Да, там я смотрю. Да, влог там, где и я, там есть тоже классно. Так, а что внучек мой делает? Ну-ка. А вот он, внучек. Внучек там что-то игрался, да? Игрушки тут разбросал. Молодец. Молодец. Ну, а что делает бабушка? Бабушка, мама, я хочу хотеть ее, было бы желание. Картошка с грибами. Картошка с грибами, с колбасой. Да, рецепт очень простой. Грибы пожарила, отложила в сторону на растительном масле. Картошку я пожарила с луком, как обычно это жарю. И потом добавила туда грибы, добавила в конце колбаску. И сейчас мне все это тушится на медленном огне. Потушится и будем кушать. Ну, а Деня нам всем помогает, в общем, помощник тут. То маме поможет, на голове у нее попрыгает. То бабушке поможет, под ногами у бабушки полазит. Да? Всем доброе утро. Вот холодильник у нас простоял уже ночь. И я хочу заглянуть в него, что там сейчас, как он охлаждает, вообще проверить его работу. Так, холодильное отделение. Что взять? Вот, ага, все холодное. Я даже вчера супер заморозку включила, подзаморозилась задняя стеночка. И я не сразу выключила, но она несколько часов поработала. Но это ничего страшного, это нормально. Ну, вот на панели лампочка перестала мигать. Это значит, холодильник уже набрал нужную температуру. И она вот не мигает уже. Кстати, обратите внимание, здесь вот циферки 2, 3, 4, 6, 8. 5 режимов переключения. Ну, а в морозилке у нас ничего нет. Единственное, что я бросила в морозилку, это вот эту вот штучку. Вот, она замерзла. Все прекрасно, холодильник работает, морозит, все нормально. Что еще я вам забыла вчера сказать. У холодильника один контур охлаждения идет. И в морозилке идет температура от 16 минус до минус 24. Температура, она взаимосвязана с верхней камерой. И вот эти кнопочки переключения, значит, там соответствует самая низшая температура в холодильнике. Это двоечка плюс 2 градуса. Она соответствует самой низкой температуре минус 24. И каждая кнопочка, то есть, если максимально включаете вы 8, плюс 8, то там будет максимально минус 16. Ну, вот у нас сейчас стоит 4 градуса плюс, да, в холодильном отделении. Это соответствует минус 20 в морозильном отделении. Ну, это я вам говорю так, на всякий случай. Может быть, вам, кому-нибудь эта информация пригодится. В общем, вполне нормальная соответствующая температура. А еще, еще я не сказала, не упомянула, что в холодильниках Bosch очень хорошая идет изоляция. Несмотря на то, что вот большой внутренний объем и небольшой внешний объем, да, там вообще изоляция стенки, вот, как казалось бы, не такие толстые, как в некоторых холодильниках. Но там просто инновационные такие технологии применяются, что и стеночки тонкие. В то же время очень хороший класс климат. Раньше климат-класс писали на вот этих вот листочках, где энергоэффективность идет. Сейчас я посмотрела, там не написана эта информация. Видимо, она стала уже неактуальной и перестали ее, в общем-то, писать на видном месте. Но климатический класс, там идет Subnorm Subtropic, SNST. Вот раньше, насколько я помню, была, по-моему, такая классификация. То есть, такой холодильник можно использовать и в среднем регионе, где температура такая, скажем, средняя, да. Ну, вот я считаю, что у нас, в общем-то, юг, средний, ну, как-то вот, в общем, так. Но если даже взять какие-то более южные страны, там, где температура летняя, там, достигает 40 и выше градусов, или квартиры, в которых нет сплит-системы, допустим, зимой, летом очень жарко. Летом, там, вот, 35 на улице, 40, может быть, в комнате тоже такая же где-то быть температура. Ну, холодильник очень хорошо держит свой холод и холод этот не отпускает. То есть, там не снижается температура. Вот есть холодильники, где плохая изоляция. И если в помещении очень сильно жарко, то в холодильнике, внутри холодильника, эта температура как-то отражается и тоже она немножко повышается. То есть, вот, не очень хорошо. Ну, в этом холодильнике, в общем, хорошая изоляция. Это я уже за холодильник хочу закончить разговор, потому что уже мой влог подходит к концу. И я решила просто отдельный обзор не делать, потому что, ну, не всем это интересно. Просто, как бы, общую информацию дала и во влог я это все вставила. Ну, а сейчас, мои хорошие, вот, дочка с внуком пошли в садик. На улице дождь со снегом, какая-то слякотная погода и температура у нас ноль сегодня. Но уже вот ночью начнется снижение температуры, будет минус один. Завтра тоже будет днем минус, ночью до минус девяти. И послезавтра ночью до минус двенадцати. В общем, дня три, я смотрю, у нас будет минусовая температура. А уже на следующей неделе опять пойдет дело к плюсику. И опять-то будет плюс один, плюс два, плюс три. Ну, в общем, ночью тоже будет плюс. Так что у нас вот три дня зимы вроде как, и вроде как-то осадки. Ну, сейчас пока дождь со снегом, потом, может быть, снег выпадет. Но будем смотреть, наблюдать за погодой. Даже можем сейчас выглянуть и посмотреть, что у нас сегодня делается на улице. Ну, на дороге снег подтаял, там вот я вижу лужицы, вода. Ну, и такой вот мокрый снег. Вчера, кстати говоря, мои пришли с мокрыми ногами, потому что вот этот вот такой снег, как каша, вот мокрый, это самое худшее. Завтра должно подморозить и уже быть сухо. Идет, вот не видно, наверное, вам, идет мелкий-мелкий такой вот снежок с дождем, непонятная что-то, погода какая-то. Прямо из дома мне выходить совсем не хочется. Вот такая вот погода. Но, а что у нас сегодня по планам? Мы продолжаем же наш ремонт, в общем, все остальное, все эти наши изменения. И хочется вам все это уже показывать, рассказывать. Но, по-моему, этот влог, который вот сейчас уже у меня получается слишком длинным, я его сейчас буду завершать. Я вам хочу сказать продолжение, я буду снимать уже в следующей части. И, в общем-то, что я буду сегодня делать, сегодня, завтра, это уже вы увидите в следующей части. Но сегодня я хочу приготовить борщ, я сегодня хочу вообще приготовить, поесть, чтобы уже не отвлекаться на это, потому что завтра, если там предварительно пока вот звонили, говорили, что завтра вроде бы должны нам поставить уже двери, прийти установщики, вот. Но они должны сегодня уже уточнить, завтра или не завтра. Но, в любом случае, надо сегодня уже нам где-то как-то подготовиться, что-то где-то подсобрать в кучку, где-то что-то закрыть, в общем-то, и завтра с утра уже окончательно все позакрывать. Ну, максимально позакрывать, чтобы вот это меньше запылилось, и меньше потом намывать. Намывать по-любому придется, потому что пыль, она и так садится, строительная кругом. Вот. В общем-то, сегодня готовить, готовиться к установке дверей. Дверь устанавливать начнем с туалета, кто-то там написал. Ну, потому что, да, в туалет-то ходить надо, поэтому в первую очередь надо в туалете дверь поставить. А еще надо забрать заказик Фаберлик. Вот все никак туда не доберемся. Выехать из дома надо забрать. Но, может быть, и заберу. И в следующем видео тоже я его просто вам коротюсенько покажу. Я думаю, что отдельным обзором уже не буду я показывать Фаберлик. Просто покажу его там, что я взяла. В основном я беру одно и то же, вот уже повторно. Если что-то новенькое, тогда уже посмотрите, что там будет. Я уже и забыла, что я заказала. Заказала все такое необходимое сейчас. А, еще заказала же на конкурс. Я заказала там три подарочка. Покажу вам. Ну, все, мои хорошие. Я сейчас это видео закрываю для того, чтобы начать новое. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok